Владимир Путин прокомментировал решение ВАДа об отстранении российских спортсменов. Из-за четырехлетней дисквалификации они не смогут участвовать в крупнейших международных соревнованиях. Российский лидер уверен, что спортсмены обязаны выступать только под национальным флагом, а любое наказание должно быть индивидуальным. Марк Брюшко расскажет подробнее. Несправедливая и несоответствующая здравому смыслу. Так президент России Владимир Путин высказался о решении ВАДа во время ежегодной большой пресс-конференции. В начале декабря исполком Всемирного антидопингового агентства на четыре года лишил страну возможности выступать на главных международных соревнованиях под собственным флагом. Любое наказание должно быть индивидуальным. Если кто-то в чем-то конкретно увлечен, то тогда это совершенно естественно и справедливо. Но если у нас подавляющее большинство спортсменов являются чистыми, как можно за действия кого бы то ни было налагать санкции на них. Помимо запрета на участие, также Россию ограничили в проведении крупных турниров на своей территории. Поводом для нового допингового скандала стали следы изменений в базе данных о пробах Московской антидопинговой лаборатории. Глава комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев также поделился накануне своим мнением. Он считает, что вернуть доверие к российскому спорту после допингового скандала удастся не ранее, чем через 10 лет. 10 лет будем выходить из этого, из этой неудобной позиции. Даже если сегодня мы все поменяем и всех, полностью переформатируем российский спорт, где-то 10 лет на восстановление доверия, позиций в мировом спорте у нас уйдет. Сейчас известно, что ВАДА открыло 15 новых дел в отношении российских спортсменов. Ранее ходили слухи, что под подозрение попали 150 атлетов. Об этом рассказала заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая. Часть дел будут переданы в РУСАДА, скорее всего потому, что мы уже имеем несколько дел из списка. Это порядка 15 дел. Включены ли эти дела в пресловутый список 145 спортсменов, о которых нет данных в переданной базе, мне неизвестно. Решение исполкома ВАДА может быть обжаловано в спортивном арбитражном суде. Если этого сделать не удастся, российские спортсмены вынуждены будут соревноваться на ближайших олимпиадах под нейтральным флагом. И в случае победы во время церемонии награждения не будут поднимать российский триколор и исполнять национальный гимн. Марк Брюшко, Хабар 24.